Здравствуйте, уважаемые зрители канала Хобби Уральца. Сегодня мы с вами поговорим на такую важную тему, как пересадка, а если правильно назвать, то перевалка комнатной экзотики. Цитрусовых, бананов, апельсинов, мандаринов, мирта, лавра. В принципе, это будет подходить даже ко всем вашим комнатным цветам. Итак, поехали! Кстати, если вам интересны ролики по выращиванию комнатной экзотики, то ссылка на ролики есть внизу в описании, также появляется вверху в виде подсказок. Ну и все ролики по этой теме можно найти в соответствующем плейлисте. Мне часто задают вопрос, когда лучше делать пересадку комнатных растений и комнатной экзотики. На самом деле, ответ казалось бы очень очевидный, но не все так просто. Мы с вами пойдем от обратного и попробуем порассуждать, когда все-таки эта пересадка самая рациональная. В период активного роста наши растения пересаживать нельзя, потому что идет обурный рост. И если вы делаете перевалку или пересадку, вы просто-напросто тут же меняете условия выращивания и вводите свое растение в стресс. Отсюда никакого хорошего активного прироста в этом году вы не получите. Поэтому весной делать это нельзя. Летний период, опять же, вроде бы как уже период активного роста закончился. Но тут уже есть какие-то цветы, есть какие-то плоды. И опять же, это не самый хороший период получается для пересадки. Потому что и плоды, и цветы от этого пострадают. У вас может весь быть потерян урожай. Или цветение. У вас только могут цветы начать расцветать. И после, опять же, стресса, все это цветение закончится и сведется на нет. То есть эффект будет абсолютно плохой. Хорошо, тогда остается осень. Но там же период покоя. И моя практика показала, что именно период покоя это самое лучшее время. Да, действительно, растение бурно развивалось весной. Цвело летом. И выращивало плоды. И осенью, уже после того, как цветение закончилось, плоды сняты. Приходит в период покоя. И вот самое время для пересадки. Причем поздняя осень, на самом деле, очень щедра на такие работы. То есть и обрезку, и пересадку, и, кстати, профилактические обработки от вредителей. Тоже в этот период очень удобно делать. И на самом деле это всем оправдано. Это очень хорошо. Потому что весной, летом некогда этим делом заниматься. А вот осень, когда уже руки освобождаются, появляется свободное время, как раз вот такими операциями можно спокойнее заняться. А самое главное, что в период покоя, когда мы делаем перевалку, то к весне у нас уже все какие-то процессы, которые связаны, негативные, с перевалкой, уже закончатся. То есть растение приживется, акклиматизируется. И получит новое питание в виде новой земли для нового периода роста. И все получается рационально и правильно. Начало этого периода покоя ознаменуется тем, когда вы снимете все плоды, когда растения цветут. Ну и видно, что они вошли в период покоя. С этого момента уже можно начинать все эти операции. Другой вопрос, когда же их нужно обязательно закончить? Весна или период активного роста у большинства комнатных растений и комнатной экзотики начинается где-то в конце января месяца, в начале февраля. Поэтому числа до 10 января, как раз в новогодние праздники, все это нужно и сделать. И потом уже, конечно же, готовится к периоду активного роста. О чем мы тоже с вами подробно и поговорим. Как же определить, что наш комнатный питомец уже требует пересадку? Определить это очень просто. Нужно посмотреть на дренажные отверстия. Если, как в данном случае у ананасика, корневая система выходит из дренажных отверстий, то самое время пересадки. Наш питомец перерос уже данный горшочек и нужно ему горшок побольше. Какой же горшок подойдет лучше всего для перевалки? Так как мы ограничены габаритами нашей квартиры, то, естественно, нам нежелательно, чтобы горшки были большие. И этого и растению на самом деле не обязательно. То есть горшки у нас должны постепенно, при каждой пересадочке, на чуть-чуть увеличиваться. Вам нужен горшок, который на 2-4 сантиметра больше в диаметре прежнего. И больше-то и не надо, потому что подоконники у нас ограничены. Если вы очень быстро начнете увеличивать горшок в диаметре, то, ну и срок жизни вы, грубо говоря, своего растения тоже сократите. Большой сразу же объем земли может закиснуть. Потому что корневая система его не освоила. Там нет той именно микрофлоры, которая находится около наших корней. И мы таким образом можем сделать очень плохо для этого растения. И земля может закиснуть. Отсюда может корневая система у вашего растения погибнуть. Ну и привести к гибели растения. Может быть абсолютно обратный результат. То есть растение почувствует свободу, начнет быстро развивать корневую систему. И за один год освоит этот горшок. А что дальше? Ему потребуется каждый год вот настолько вот увеличивать объем. А вы сможете это обеспечить? Нет. Поэтому самый оптимальный вариант, это когда вы горшочек чуть-чуть увеличиваете. Что это значит? Вот у нас изначальный горшок. Ему вполне подойдет горшок. Чуть-чуть больше его по размерам. Чтобы у нас увеличилась корневая система и растению было комфортно. Как правило, цвет не играет особой роли. Но можно отметить, что более светлые горшки меньше нагреваются на солнце. В принципе, подойдут и горшки темного цвета. В летний период их нужно будет притенять. Но опять же, в зимний период такие горшки лучше держат тепло. И солнечная энергия в них лучше аккумулируется. Очень важно, чтобы у всех горшков были дренажные отверстия. Отсутствие дренажных отверстий это самая большая ошибка, которую может кто-либо допустить. Потому что при отсутствии возможности вытекать лишней влаги, у вас будет практически у любых растений 100% корневая гниль. И потом с ней будет очень тяжело бороться. И зачастую она приводит к смерти. Причем самое главное, что когда вы начинаете заливать растения и нет отхода влаги, корни начинают гнить, листочки начинают сохнуть. Потому что им не хватает элементарного питания. И вот тут вам кажется, что листочки сохнут, надо еще сильнее поливать. Тем самым вы усугубляете ситуацию и доводите свое растение до смерти. Вот тут вот такая вот интересная закономерность. Так что дренажные отверстия обязательны. Насчет дренажа. Если есть дренажные отверстия, я не вижу особой какой-то смысла занимать пустым субстратом полезное место горшка. Лучше заполнить его полезным и правильным грунтом. Теперь что касается грунта. Я знаю, что в магазине продаются всякие специализированные грунта. Но особого доверия я к ним не испытываю. Честно говоря, я ни разу в жизни не покупал грунт. Потому что самому приготовить это очень просто. А самое главное, вы знаете, что он качественный. Самое главное, вы знаете, что он питательный. И самое главное, он подойдет точно к вашим растениям. Как правило, все экзотические растения требуют слабокислую, либо нейтральную почву. Мы такую почву можем добиться смесью обычного перегноя и лесной земли. Лесная земля, особенно из-под хвойных пород, имеет слабокислую реакцию. Что мы будем использовать? В зависимости от того, какое растение и что ему больше требуется, мы и должны выставить пропорции лесной земли и, соответственно, перегноя. Если у нас это травянистое растение, такое как банан, часть перегноя должна доходить до 50%. Потому что для банана очень важно наличие большого количества азота в почве. Для всех же остальных комнатных экзотов подойдет соотношение 70 на 30. То есть 70% лесной земли и 30% перегноя. Кстати, очень много вопросов возникает. Что если с лесной землей вы принесете каких-то вредителей? Если у вас есть такие опасения, хотя, в принципе, у нас земля заготавливается задолго до того, как мы делаем пересадку или перевалку, далее и посадку, рассаду той же самой. Мы заготавливаем почву практически в конце лета. Земля эта стоит, с одной стороны подсыхает, что, опять же, всех вредителей убивает. А с другой стороны, потом, когда начинаются морозы, холода, то все вредители, которые в ней есть, вымораживаются. Если у вас нет таких условий, ну, перед посадкой возьмите хотя бы на пару суток, в пакетик положите эту землю и в морозилку. Вот это 100% гарантия, что у вас никаких вредителей в этой земле не будет. В момент заготовки лесной земли обязательно запаситесь мхом, потому что мох лесной – это вообще лучший мульчирующий слой. Он создает в грунте свою микрофлору, уменьшает поливы, да и вообще в мульчирующем слое я вижу огромную кучу плюсов и никаких минусов. И он обязательно. Кстати, у меня по этой теме, да, есть отдельный ролик, и его тоже можно посмотреть. Ну и, конечно же, один из основных элементов – это мульчирующий слой. В данном случае это мох. Мох подойдет любой. Кроме мха можно использовать обычную измельченную траву или солому. Но без мульчирующего слоя я считаю, что любые комнатные растения выращивать очень сложно. Почему? Именно в каждом ролике я стараюсь убедить, что мульчирующий слой обязательен. Потому что под мульчирующим слоем земля структурируется, становится более питательной для наших растений. Поливы сокращаются в два раза. Почва у нас мягкая и в нее хорошо проникает воздух. Если же мульчирующего слоя нет, особенно в летний период, наши комнатные растения страдают. И это одна из самых больших ошибок, которые я встречаю в своих комментариях. Растения скидывают листву, листва желтеют, земляной ком пересыхает и превращается в камень. Теперь давайте поговорим о процессе пересадки. А еще раз делаю акцент, что это не просто пересадка, а именно перевалка. Чем пересадка от перевалки отличается? Перевалка это пересадка без разрушения земляного кома. Такая пересадка, она наименее вредит любым растениям, потому что земляной ком не разрушается, потому что не повреждается корневая система. Процесс на самом деле очень простой. Вы немножечко перед перевалкой все растения подсушиваете, чтобы у вас земляной ком подсох, и тогда он легко отделяется от горшка. И никаких усилий потом для того, чтобы изъять ваше растение из предыдущей тары не понадобится. Оно практически само отделится. Вы должны подсыпать на дно горшка столько грунта, чтобы при установке нового растения у вас примерно шейка сравнивалась с верхними гранями горшка. Корневая шейка должна обязательно быть не заглублена, но и с другой стороны не должна выпячиваться. Только в этом случае, когда вы ее сделаете ровно, грунт немножко подсядет, и у вас все станет именно так, как должно быть. Наш парничок стабильно работает и выдает нам каждый раз новые укорененные черенки. В данном случае это у нас уже теперь, можно сказать, саженцы лавра. Так, вот парочку штук у нас в очередной раз в данном парничке укоренились. И теперь нужно сделать тоже перевалочку. Если вы уверены, что вам удастся очень аккуратно убрать оболочку торфяной таблетки, то можете это сделать. Если вы сомневаетесь, что торфяную таблеточку вам легко удастся освободить от оболочки, то можно этого и не делать. Главное, чтобы наша таблетка сама по себе не рассыпалась. Вот так вот очень аккуратно освобождаем корешочки. Один корешочек у нас уже большой, но нам все удачно удалось сделать. Значит, на дно где-то примерно вот на такое расстояние мы уложим предварительно грунт. На дно можно кидать как раз самую крупную фракцию грунта. Если там попадаются где-то кусочки, они у нас будут служить своеобразным дренажом. Устанавливаем наш саженец и теперь подсыпаем вокруг очень аккуратно грунт. Грунт немножко нужно уплотнить, незначительно. Основное уплотнение у нас пройдет при поливе. Все, достаточно. Теперь, как я и говорил, обязательно нужно заложить поверхность нашего грунта мельчирующим материалом. В данном случае это мох. Теперь нужно осуществить обязательно обильный полив. Вода для этого подойдет отстойная. Лучше, конечно, дождевая вода или дистиллированная. Ну и обычной, хорошо выставившейся водой можно их поливать. Впоследствии нам горшочки нужно будет поставить в поддончике, чтобы лишняя влага у нас уходила в них. Теперь приступим к перевалке ананаса. Горшочек для ананаса лучше вот такой широкий и невысокий. Но это его особенность. У него корневая система небольшая, но очень широко расходится. Поэтому именно такой горшочек мы и подобрали. На низ горшка нам нужно будет уложить грунт. Также выбираем самые крупные его частички. Можно, чтобы узнать, хватит или нет, поставить горшочек. Да, вот такого количества вполне будет достаточно. Растение у нас уже как будто в литое. Теперь очень аккуратно извлекаем наше растение из горшка. Напоминаю, что это лишь перевалочка. Теперь ставим наш ананасик в новый горшочек. Добавим вокруг новую землю. Возможно, через пару недель нужно будет убрать мульчирующий слой и еще подсыпать земли. Теперь укладываем мульчирующий материал. Ананас, хоть и очень любит солнце и переносит достаточно хорошо подсыхание земляного кома, но даже у такого растения я обязательно мульчирую поверхность земли. Теперь нам нужно его также очень обильно полить. Воды не жалейте, лишняя влага у нас всегда уйдет через дренажные отверстия. Кстати, если у вас потом все-таки усадка, даже после хорошего полива будет происходить, через недельку, через две обязательно посмотрите и может быть еще по краям немножко нужно будет добавить грунта. Это все вполне нормально. Это у нас саженцы благородного лавра. Вот эти два красавца, это у нас комнатный гранат. Данный участник, это у нас апельсин сорта Washington Neville. Это у нас ананас, который мы с вами укореняли в Новый год. Ну и последний герой нашей истории, это комнатный банан. Итак, надеюсь, данный видеоролик вам помог. И теперь пересадку, а именно перевалку, вы будете делать именно в нужное время и используя правильный субстрат. Ну а теперь, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, поделитесь своим опытом, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новых видеоролик. Успехов вам и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»